Новый выпуск газеты «Гродненская правда» уже в киосках. О том, что на этот раз подготовили для читателей журналисты издания, расскажет заместитель главного редактора газеты Олеся Робок. Формируя наполнение нынешнего номера газеты «Гродненская правда», мы традиционно попытались включить в него максимально возможное количество сфер, которые будут интересны нашему читателю. Конечно, на первых страницах издания находит место общественно-политическая обстановка в стране и в мире. Наиболее резонансное событие в выходные дни – это экстренная посадка самолета в национальном аэропорту. И мы поговорили с экспертами, почему это событие вызывает такой резонанс у мировой общественности, в чем настоящая причина претензий к белорусскому государству и, главное, обоснованы ли эти претензии. Отдельного внимания заслуживают материалы на правовые и общественно-политические темы. На страницах издания мы продолжаем рассказывать о поправках, внесенных в законодательство в последнее время. В частности, рассказываем о законе о противодействии экстремизму. Заместитель прокурора дает комментарий о том, как будет трактоваться этот закон в реальности и какая ответственность ждет людей, причастных к этой деятельности. И, конечно, мы рассказываем о самом последнем законе – это о инновациях в законах о средствах массовой информации и о массовых мероприятиях. Традиционно в номере и большая аналитическая статья, посвященная исторической теме. Меньше чем через месяц нас ждет очень важная историческая дата – 80-е годовщина начала Великой Отечественной войны. В этом номере мы попробуем начать цикл материалов, посвященных этому периоду, именно началу Великой Отечественной войны. Расскажем о том, как Советский Союз оказался втянут в нее и благодаря чему наш народ сумел победить. Безусловно, заинтересует читателей статья на медицинскую тему. Из других важных проектов редакции мы продолжаем проект для людей. Он о медицине, которая работает в нашем государстве именно на человека. Этот цикл материалов мы начали уже давно, уже два выпуска вышло. Последний был посвящен стоматологическим услугам в регионе, новшествам и каким-то зарекомендовавшим себя практикам. В этом номере мы будем рассказывать о кардиологической службе, которая для населения нашего не менее актуальна. В сегодняшнем номере газеты опубликована и завершающая статья из цикла «Гродничина. Заповедный мир». Мы начали этот проект в 2019 году, ввели его на протяжении 2020 года и вот теперь даем завершающий, наверное, выпуск. Именно этот проект принес нам в этом году победу в национальном конкурсе средств массовой информации «Золотая литера» в номинации материала историко-краеведческой тематики. И этот проект лег в основу книги, которая будет издана в ближайшее время, она уже готовится к печати. Традиционно высоким читательским спросом пользуются материалы о строительстве и реконструкции городских объектов. Сегодня разговор пойдет о микрорайоне «Грандичи-1». Планируется, что первые дома в этом микрорайоне появятся уже этой осенью. Что интересно, планировка у микрорайона «Грандичи» очень интересная. Мы сначала начали застраивать «Грандичи-2», затем «Грандичи-3», только теперь мы переступаем к «Грандичам-1». Рассказываем в материале, почему так произошло и каким будет этот микрорайон. Важную и нужную информацию на страницах газеты найдут для себя выпускники и их родители. Буквально через неделю у выпускников учреждений образования общего и среднего начнутся выпускные экзамены. Мы рассказываем об особенностях этого года, о том, как будут проходить эти экзамены, как они будут организованы, а также о том, как будут организованы выпускные вечера в регионе. И еще множество материалов о различных сферах жизнедеятельности области ждут читателей в свежем номере газеты. Интересную информацию в этом номере найдут для себя и любители спорта. Мы, конечно же, следим за самыми важными и громкими событиями. Сейчас сборная Беларуси участвует в чемпионате мира по хоккею. Мы рассказываем о двух уже состоявшихся поединках с соперниками, а также о том, почему один из них можно назвать историческим. Также в этом номере ищите информацию об открытии туристического сезона на августовском канале, о том, как будет работать инфраструктура этим летом. Советы по безопасности школьников в каникулярный период. И, конечно, советы в нашей традиционной рубрике «Дачная академия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова